Строители приступили к чистовой отделке. Укладывают плитку, монтируют фасад и утепляют стены, делают вентиляцию, шумоизоляцию и отопление. В здании установят лифт с системами управления и режимом перевозки пожарных подразделений. Будущая поликлиника готова уже на 70%. Сегодня ход строительства проверяет губернаторский контроль. Среди ревизоров представители Министерства строительства края, здравоохранения и городской администрации. Это проект уникальный, потому что он находится достаточно густо застроенной, на густо застроенной территории города Красноярска. Вот, но тем не менее удалось его хорошо вписать в район и это будет, ну, такой, наверное, подарок жителям будет недалеко ездить, будет удобно ходить в поликлинику. Запланированная мощность поликлиники – 500 посещений в смену. Здесь будут организованы кабинеты терапевтов на 28 участков. В общей сложности будет работать около 400 человек медицинского персонала, из них около 70 врачей. Подбор сотрудников уже идет, часть наберут из действующей районной поликлиники. Ведется сорсинг специалистов активно. И я хочу вам сказать, что молодые специалисты и даже опытные специалисты охотнее идут в такие новые здания, чем в какие-то приспособленные помещения. Здесь просто приятно работать. Я думаю, что поликлиника будет полностью укомплектована, потому что здесь удобно добираться до рабочего места, новое здание прекрасное, всем будет здорово и хорошо. В новой поликлинике будет весь необходимый список узких специалистов. На первом этаже для удобства пациентов оборудованы кабинеты терапевтов, неотложные помощи и заборы анализов. Выше на этажах расположатся отделения лучевой диагностики, стоматологии, медицинской диагностики и женская консультация, которой сейчас в Северном нет. Здесь же появится и дневной стационар на 26 мест. Появление новой большой поликлиники позволит разгрузить врачей действующих медучреждений Северного и Солнечного и практически избавиться от очередей. То, что касается диагностики, то есть все пациенты Северного должны были ездить в Солнечный для проведения рентгенологических исследований. Теперь все будет это здесь. Но поликлиника большая, поэтому места хватит всем. Режим работы поликлиники с 8 и до 20 часов. И все необходимые кабинеты будут так работать. Строительство новой поликлиники идет на средства национального проекта здравоохранения. Стоимость объекта больше миллиарда рублей. По плану закончить работы подрядчик должен к концу этого года. Но стройка идет с опережением и не исключено, что поликлиника примет первых пациентов уже осенью.